Агиль, у нас сейчас проблема, что с Черного моря ракетами обстреливают, конечно, украинские города и даже Львов обстреляли. Я так понимаю, что против этого у нас пока нет никаких возможностей противостоять этому, потому что это же ракеты, что тут мы можем? Вообще я вам скажу, что против крылатых баллистических ракет стопроцентной гарантии нет нигде. Потому что я вам говорил, что именно против крылатых баллистических ракет возможности противовоздушной обороны сужаются в разы, 3-4 раза. И оповязать всю свою страну системой противоракетной обороны, это не потянет бюджет такой богатой страны, как Соединенные Штаты, как Саудовская Аравия. Это невозможно. Но вместе с этим как-то надо бороться, чтобы защищать хотя бы свои военные базы, крупные города. Но вы сейчас воюете. Вы сейчас воюете с врагом. Ваш враг не идил. Ваш враг не какая-то там страна с маленьким военным потенциалом. Проблема в чем? Я говорил, что надо терпеть, стиснуть зубы. Ну хорошо, вам дали С-300. Вам дали С-300, вы его включили, стали использовать. Но она больше двухсоток, трехсоток не проживет. Уничтожен. Уничтожен. То есть, не настраивайте себя на то, что да, вот сейчас нам небо закроют, все будет отлично. Нет. Нет. Война это не уличная схватка. Это долгий процесс. Если вам даже три установки, четыре установки С-300 дадут, их жизненный цикл не будет больше пяти дней, семи дней, и у вас будут те же самые проблемы. Ну, есть хорошая новость. Ракеты, крылатые ракеты в России истощаются. Они отстреляли свои Х-101, они отстреляли свои Х-55, теперь перешли на Х-555. Ну, еще неделю потерпеть, и они это отстреляют. Вам. Нет.